Восьмерочка это причина следственной связи, честность и справедливость должна присутствовать и восьмерочка именно честность, справедливость, логика, знания, рассуждения, правильные понимания причины и следствия. Именно восьмерочка поможет вам жить благополучно, то есть организовать свои таланты, открыть их и не превратить их в камень, который заткнет трубу, через которую текут к вам деньги и не закроет вот тут вот камень, который открывает к вам отношения через 21 энергию, через энергию расширения опять же, которая как бы вас выводит или за границу или на весь мир. Вот через 21, через иностранцев, да, через что-то иностранное вы получаете, вам нравятся люди, которые вот такие иностранцы, да, которые связаны с другими странами, вот отношения у вас хорошие и вы получаете свою 20, тоже женщина, которая имеет 20 энергию, это любит и ценит род, которая общается с родственниками хорошо, она ясновидение имеет. Яснознание, целительство, да, то есть вот такая вот, либо это просто целостная хорошая натура, которая понимает, чего она хочет в этой жизни, двигается вперед. Вот, в общем-то, как могу сказать, да, по матрице, которая была предыдущая у Марины, у нее тоже самая такая же 20, то есть в данном случае, вот как партнер, и она вам подходит, и вы ей, можно сказать, вот так. То есть 20, любовь к родственникам, либо если здесь напряженные отношения, это тоже может стоять 20, как для проработки, тогда если у вас напряженные отношения с родственниками, то 20 энергия говорит о том, что вам нужно прорабатывать родовые связи, то есть вот по роду, через маму, через папу, все вот эти вот родовые связи, то есть родологию или опыт прошлых жизней, да, опять же, родовые отношения, вот эти вот, которые не проработаны родом, да, вот. Вот 20 может говорить вот об этом, у вас она тоже есть вот по роду и по женскому, здесь еще стоит 18 энергия, это проблемы с мамой, может быть, да, в роду или с женщинами рода, а не лады какие-то могут быть, здесь поручили их проработать. 19 энергия говорит о проблемах с отцом, возможно, напряженных, потому что здесь тоже она в минусе, здесь в минусе, или с мужчинами рода, вот, близкими, там, дяди, тети, братья, вот так далее, да, то есть вот такое вот, тетя сказала, да, дяди или братья, вот, может быть, сыновья, да, отцы, дети, вот тут вот идут, то есть мальчики по мужской линии рода, а здесь по женской линии рода, с женщинами рода могут быть тоже какие-то тяжелые отношения, их нужно проработать, поэтому проработка по роду тоже у вас стоит, что нужно на это обратить внимание, вот, и такая вот девушка подходит вам. И благодаря вашей вот этой вот честности, открытости, глубоко пониманию тому, что вы делаете, восьмерочка любит углубиться, разобраться, правильно сделать выводы, честные, справедливые, да, разобраться во всем, и не зацикливаться ни на деньгах, ни на отношениях, а именно восьмерка балансирует вот тут вот ваши отношения, чтобы вы не уходили с головой ни в одну, ни в другую сторону, и тогда у вас будет все благополучно, вот эта линия благополучия, она приходит в норму, 12 энергия, 14 восьмерка, они балансируют это все, 22 энергия, то есть свобода, легкость, незацикленность, то есть ваша задача не думать о деньгах, тогда деньги к вам будут идти, ваша задача думать о том, как прожить вдохновленно, как реализовать свои таланты, как еще чему-то новому научиться, и как это преподнести людям так, чтобы ваша 12 энергия не ушла в минус, то есть не обидеть себя, помогать где-то бесплатно немножко, может быть, да, что-то дарить, оно будет для вас как рекламой служить, а потом что-то еще брать оплату за остальное, за продвижение дальше, да, и такую оплату, которая вас не обидит, но в то же время как бы, что не забывать, что ваша задача помогать людям, служить им, да, вот 12 энергия, уметь говорить нет, если у вас чего-то не хватает, делать скидку такую, которая вас не превратит в жертву, потому что 12 энергия, она всегда балансирует на грани, помогла другим и обиделась на весь мир за то, что они оказались неблагодарными, да, то есть если ты кому-то помогаешь, просто расставайся с этим, то, что ты кому-то отдаешь, и не жди за это благодарности, благодарность придет с другой стороны, вполне может быть, вообще от других людей, но вы свое получите, а тем, кому вы помогли бесплатно, благодарности ждать не нужно, не за благодарность надо помогать, а просто потому, что вы любите людей, вы дарите им тепло, вот и дарите, как говорится, да, и тогда будет все в порядке. 18 энергия у нас здесь есть тоже, 18 энергия, это наполнено страхами, вероятнее всего, поскольку это находится на линии души, а это, вернее, ну, проработка материнской линии женского рода, ну, и это последняя, как бы, духовная такая часть, 18 энергия, она может давать страхи вам в течение всей жизни, то есть это могут быть какие-то фобии, чего-то вы очень боитесь, там, темноты, воды, огня, еще чего-то, да, замкнутых пространств, пауков или еще кого-нибудь, скорпионов, да, их боятся все, надо сказать, там, мышей, крыс и так далее, да, то есть какие-то фобии, фобии бывает очень много, разных, некоторые люди просто глотнуть чего-то крупного никогда не могут, сразу давятся, да, даже таблетку целиком проглотить не могут, поэтому и такие фобии бывают, поэтому разного рода бывают фобии, это 18 энергия, она может страдать такими страхами, потому что это луна, это темнота, плюс это покойники могут сниться, да, приходить, вещи сны могут быть, это вообще магическая энергия, энергия мага, ясно такая, тоже ясновидение, но она больше касается, относится вот к этим медиумам, да, которые общаются с покойниками, видят покойников иногда, если вот ясновидение, то больше вот темного мира, темной стороны грешит эта энергия тем, что в роду кто-то, возможно, делал, занимался черной магией, и теперь ваша задача пришла это дело проработать, и тогда удача, еще раз удача сопутствует вам, или невезуха по полной программе, если вы тоже займетесь черной магией, или будете делать людям зло, потому что 18 энергия, это два раза по девять или три раза по шесть, да, а если в минусе, это значит вот столько раз я ненавижу всех людей, делаю им зло и гадости, и пошли они все нафиг, да, и тогда неудачи вас просто закопают, раздавят, поэтому в данном случае нужно вот иметь в виду, и 18 энергия, все же надо работать так, чтобы она приносила вам радость, потому что вообще это магичность в плюсе, да, это успех, это загадочность, это притягательность, это глубоко разбираться, вникнуть, это интуиция такая, это артистизм, это творчество, чувствительность, это сильное такое воображение, интерес ко всему необычному, тайному, скрытому, вот такая вот 18 энергия, если она в плюсе, а в минусе это сплошные страхи, негативы, ну, даваться она будет в минусе, вас начнет пугать карма, это ее задача будет, она будет вас пугать тем, что вам не повезет, не иди туда, тебя там ждет опасность, да, запугивать будет, вы будете терять вдохновение, вы будете терять удачу, вот к этому она будет вас вести, ваша задача не бояться, не пугаться, опять же, вот тут смелость, да, мы говорим, да, тут вот принимать вызовы, идти вперед, а будете бояться, наполнитесь страхами, Приползете сюда вот в таком вот раздавленном виде Потому что колесо фортуны Оно просто вас раздавит в итоге У вас будет сплошная неудача Вот, и вот страхи Вот эти вот негативы, злость на весь мир Да, закрытость, вот сомнения Разного рода, лицемерие, недоверие Сильное в этой Плюс проблемы с мамой По материнской линии с женщинами всеми Да, лень, лицемерие, апатия Вот, потом жертвенность Чувствую себя жертвой, потому что все люди Меня обидели, я всех ненавижу Они ненавидят меня, да Вот такая вот жертвенность Нытье, злость, одиночество И магия во вред Другим людям, это вот то, что Восемнадцатая энергия несет То есть, имея в виду это Нужно сделать так, чтобы Это не случилось, да, уже вот тут вот Все страхи Послать подальше Принимать на себя вызовы, двигаться вперед А двигаться вперед Это вот помогать людям, да И дарить тепло всему миру Вместо холода И не сжигать их своим гневом, да Вот, вот такая вот здесь интересная У нас матрица Вот, что у нас стоит в проработках В качестве предназначения По мужской, по женской линии Они хотят, чтобы вы учились И учили других Ученик, учитель Порядок, дисциплина, все по закону Вот, если семья, семья обязательно должна быть Любит семью, пятерка И она должна быть оформлена по закону Как положено, чтобы все было официально Для себя Это то, что мы проживаем до 40 лет Тоже пятерка Тоже учиться Ученик и учитель Хочется Помогать людям Хочется И поддерживать род Тоже надо То есть налаживать отношения С родом С двадцаточкой Прораскрывать двадцатку Да Поддерживать род Поддерживать отношения с родственниками И здесь целостность И целительство Или ясновидение Или ясно вижу цель Знаю, чего хочу Знаю, куда иду Ну, в принципе, здесь вот больше похоже Да, что вижу цель Хотя, возможно, целительство Тоже может быть как талант здесь Либо как талант Чувствовать себя целостным Любить людей И находиться в такой В гармонии сам с собой Со своими способностями Талантами, да И внутренним гармоничным настроем Для социума Вам нужно проявить десяточку А десяточка говорит о том Что вам не нужно напрягаться Напрягаться по поводу денег Вам нужно просто катиться И удача вам будет помогать Если вы начнете сопротивляться Когда там Что такое колесо фортуны, да Это оно то вниз, то вверх Да, вот колесо Оно крутится то вверх, то вниз То вверх, то вниз Ваша удача то растет Вам все лучше, лучше Да, вы на вершине У вас и деньги И удача, и успех И все классно Вы довольны собой У вас куча вдохновения И идей А потом начинает идти спад Как-то и вдохновения нет И делать ничего не хочется И деньги пошли на спад И вы начинаете расстраиваться Вот расстраиваться не надо Надо понимать, что да Такой период будет Когда у вас немножко будет все ухудшаться Ухудшаться Вот тут будет все вообще плохо оказаться Да, вам нужно в это время Просто лечь и отдохнуть Переждать Поехать куда-то отдохнуть Может быть Развлечься пока есть время То есть потратить вот эти денежки Вот тут Потому что вот тут Снова появится новая идея И вы опять пойдете вверх То есть вот так движется колесо Колесо Я имею ввиду не вот эти цифры А просто колесо фортуны Вот это десятка Оно крутится именно вот так То вверх, то вниз То вверх, то вниз И если внизу вы не начинаете упираться Не превращаетесь в камень Который не дает колесу крутиться Да, уперся Не хочу, чтобы было хуже Да, вот буду сейчас стараться Вот сейчас ночами не спать Буду из головы у себя идею Это вдохновение выдавливать Да, со всей силы Чтобы вдохновиться Ну и все Считайте, что вы колесо остановили Удача к вам не идет Поэтому Колесо, чтобы не останавливалось Когда стало хуже Легли Отдыхаем И ждем Лучше уехать куда-то Получить новые впечатления Да, развлечься Раз уж нет идеи Нет вдохновения Раз там где-то застой Вот эта карма пришла Хочет вот дурака из меня сделать Да, значит я расслаблюсь И пойду себе Пока поотдыхаю Там все наладится И я приеду И уже опять здесь колесо Вот мое пройдет Прокатится И снова пойдет все вверх И начнет налаживаться Все будет хорошо Так работает десяточка Она катится То вверх То вниз То удача То неудача То удача То неудача Это для нее нормально Если начнете упираться Неудача 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 Пока колесо вас не раздавит И тогда вообще вам будут Одни проблемы Одни неудачи Вы не будете успеть В себя прийти Как она снова вас раздавит Так работает десятка А так вы будете радоваться жизни Что уже в самом низу находясь Вы понимаете Что у вас уже пошло все на успех Опять Опять ждет вас успех И опять потом будет вниз Ну и ничего страшного Зато особо напрягаться не надо Вот А так оно будет идти Все время с переменным успехом Пятнадцатая энергия Для духовной грамотности Это опять же Вероятность черной магии Для души Это то что вот тут Вот да у нас Вот это искушение И соблазны Связаны с тем Что вы понимаете людей Видите в них Все их негативные Вот эти вот да Тут мы проходили Пятнадцатую энергию Уже Видите все их Недостатки в людях Да И использовать Будет желание Использовать их Себе Во благо Эти недостатки То есть Шантажировать людей Или манипулировать людьми Это то что приведет вас К восемнадцатой энергии К минусу И вы займетесь чуть ли не черной магией Манипулируя людьми Это тоже является магией Потому что ваше ясновидение По пятнадцатой энергии Помогает вам видеть И шантажировать людьми И манипулировать ими Именно этого вам делать и нельзя Это приведет вас к минусу Это приведет вас к восемнадцатой энергии Которая наполнит Вот в семьдесят лет вас Страхами всякого рода Да И вот фортуна отвернется от вас Два раза здесь колесо фортуны Вы можете быть просто Невероятным везунчиком Или невероятным невезунчиком Все зависит от того Как вы в плюсе или в минусе Будете держать свою восемнадцатую энергию Ну вот в общем-то и все Относительно того Как работает Вот эта карта здоровья Я говорила Да Вот смотрим по своим чакрам Нижние чакры Вот девять и семь Да Девять и семь И вот они здесь Да Шестнадцатая энергия Между ними получается Как результат Вот если мы имеем В проработке Эти энергии в плюсе Ожидать проблем с телом С костями Вот да Прямая кишка Геморрой Да Здесь идет А нос Кроме этого Здесь что у нас идет Вот тут у нас есть Картинки такие Я их прикладываю К вашей матрице Вот здесь видно Вот первая чакра Красненькая Да Вот это вот Она отвечает за эту область Это область Это ноги Это полностью весь скелет Это нижняя часть Вот органы внизу Органы внизу Вот тут есть у нас список Вот она красненькая Да Ноги Анус Крестец То есть поясничные боли Вот эти Мочи Половая система Входит вот в первую чакру Если эта чакра Или вот эти вот энергии У вас находятся в минусе Не проработаны Если вы живете в этих страхах Закрытые в себе То что у вас болят кости То что у вас болят ноги Это будет для вас нормально То что у вас может быть геморрой То что у вас может быть Какие-то поясничные боли Да Мочеполовая система страдает Это будет тоже нормально Если эти энергии у вас в минусе Вот тут все Да Если в плюсе У вас все это будет Прекрасно самочувствие 14 и 12 энергия Как я уже говорила Через восьмерочку Работает у вас На вот этой области Да у нас А что у нас здесь Это область оранжевая Оранжевая область у нас Говорит о том Что у нас есть почки Толстый кишечник Надпочечники Да И половые органы Пожалуйста Получите Ежели вы Они у вас 14 и 12 энергия В минусе То вполне вероятно Что эта чакра Плохо работает А значит Здесь нет Жизненной энергии И значит Она Если вы почитаете Там про чакры Да Эта чакра Отвечает За радость И за Чувственность Да За удовольствие В жизни Отвечает Эта чакра И вы не будете иметь Ни радости Ни удовольствия И вы не будете иметь Здоровья В этих органах Да Которые приносят Тоже радость И здоровье Кроме этого Почки Толстый кишечник Надпочечники И половые железы Будут страдать У вас Половые органы Вот Здесь это Желудок идет И так далее То есть Да в области Солнечного сплетения Желудка Это отвечает За власть За силу Да За благополучие Материальное благо Как мы видим Да Здесь вот все Что касается Кусок Который мы хотим Съесть И получить В этой жизни Все относится Вот к этой чакре Эта чакра У нас находится На уровне Вот тут вот Мы смотрим Да На уровне Желудка Солнечного сплетения То есть Здесь у нас Поджелудочная Здесь у нас Желчные Камни в желчном Да Здесь поджелудочная Здесь селезенка Здесь печень Здесь желудок Вот эти все органы Страдают И кроме этого Как я уже сказала Власть Сила И деньги Тоже имеют отношение К этой чакре И здесь она у нас Вот еще отвечает За место в социуме Да За ваши деньги За партнерство Она отвечает А это все Середина позвоночника Полностью ЖКТ Печень Ну как я и сказала Да Вот так что Вот так вот И так далее Да Дальше Сердечная Голосовая Если у вас Проблемы с горлом Голосом Заиканием И так далее Смотрите на вот эти вот энергии Если они в плюсе Прорабатываете То скорее всего С этим пройдет все хорошо Оно у вас наладится Так же как вот это отвечает За мозги Головные боли И так далее Да Если вы не манипулируете людьми А помогаете им Если их не шантажируете Да Не считаете всех дураками Один я умный Любите людей То у вас не будет проблем С головными болями Они у вас проходят И вы себя чувствуете Великолепно Получая талант ораторский Да Получая силу И внутренний стержень И мощь И здоровье Крепкое с рождения Вам дано Вы получите Вот этот генератор идей Да Который вас толкает Вперед Который вдохновляет Ведет И решает Вот эту вот Вашу кармическую задачу Опять же В плюс Отсюда Ваше крепкое здоровье Потому что Это все связано Ну и так далее То есть По здоровью Смотрите дальше Ролики Ссылки под низом Да Под видео Под этим будут И пожалуйста Можете Поправлять еще И свое здоровье Если правильно Работаете Понимаете Читаете Матрицу Если нужна помощь С какими-то энергиями Вы не можете справиться Например Там Вот девятка Да Вот это вот Гордыня Мы можем гордыню закрыть Мы можем Нелюбовь к людям Тоже поработать с этим Нечестность Несправедливость Тоже можем поработать с этим Ну вот все Нежелание учиться Немножко сложнее Но желание Как бы не это Можно Нежелание учиться Все-таки тоже Можно попробовать Проработать Но здесь больше Негативные энергии Такие вот Их нужно прорабатывать Это можно делать И это все Вот эти всякие Обиды на людей Да Вот Сомнения в себе Неуверенность в себе Неуверенность в завтрашнем дне Злость Агрессию Вот эту неуверенность Страхи Все виды страхов Мы можем позакрывать Это все приводит к тому Что вам становится Чем меньше Плохих энергий У вас В вашей В вашем пространстве Да Вокруг вас И в вашем организме Да Тем меньше проблем И со здоровьем И с жизнью Вообще Жизнь налаживается Налаживаются отношения Налаживаются Финансовое положение Благодаря тому Что вы сами Меняетесь Начните с себя Меняетесь Внутри себя Меняетесь Вы меняются Люди вокруг вас Меняются обстоятельства Вокруг вас Меняется жизнь Вокруг вас Потому что Если у вас нет негатива Если вы не боитесь То вам То у вас все хорошо Когда человек боится То он притягивает То что внутри То и снаружи Если полны страхов Злости То ждите Что будут вас вызывать Провоцировать на злость На вас будут злиться Вы будете злиться в ответ Если вы будете чего-то бояться Этот страх Обязательно материализуется Он придет к вам А восемнадцатая энергия Она у вас как бы идет По кругу по жизни Вообще все время с вами То она Во-первых Несет вам страхи В минусе Во-вторых Она материализует мысли Надо не забывать Это способность Материализовать мысли То что вы думаете То сбывается Вот так работает Восемнадцатая энергия Как магическая энергия Да Ну вот вроде бы И все сказала Если что Обращайтесь И желаю вам Всего самого лучшего До свидания До свидания Субтитры создавал DimaTorzok